Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео я немного обрадую всех владельцев консолей Xbox One и в то же время я немного разочарую всех тех, кто хочет покупать Xbox серию X на старте. Как всегда, попрошу поставить лайк и подписаться на канал, чтобы помочь развитию канала. Очень надеюсь на вашу поддержку, так как если вы не заметили, то я стараюсь держать вас в курсе всех актуальных новостей о новом Xbox. Спасибо! Недавно Мэтт Бути, если что это глава Xbox Game Studio, заявил, что на консоль Xbox One будут выпускаться игры еще один или два года после выхода Xbox серии X. Позиция была объяснена очень легко, цитирую. Мы хотим, чтобы люди, купившие Xbox сейчас, до выхода новой консоли, чувствовали, что сделали правильный выбор. Мы не оставим их без контента. Данное высказывание означает, что Xbox серия X на некоторое время останется без эксклюзивных игр и во все эксклюзивы Xbox Game Studio может будет поиграть и на ПК и на Xbox One. Кстати, я ранее записывал видос уже на эту тему, а точнее о том, что Hellblade 2 возможно выйдет на Xbox One. И все-таки в том видосе по поводу высказывания Фила Спенсера я оказался прав. И прав я оказался в том, что будет кроссген, а не перенос X-версии в новое поколение. Скорее всего, на такое решение компания пошла как раз-таки ради обладателя X-версии, так как многие покупали ее с надеждой на то, что она намного больше проживет, чем Fata ES-версия и что она будет консолей нового поколения и будет тянуть все новинки за счет своего мощного железа. К сожалению, этого не произошло. И все это намекает на то, что X-версия все-таки умрет тогда, когда и умрут версии послабже. Ну и наоборот. И все дело в том, что Microsoft все-таки не решилась на то, чтобы не разделять консоли по поколениям. На самом деле, это безусловно радостная новость для тех, кто купил консоль только недавно, ведь по сути новые игры будут выходить еще как минимум 2 года. Но в то же время, не спешите радоваться. Игры, которые 100% будут выходить на нынешние поколения, будут игры от внутренних студий Microsoft. Речь про мультиплатформу никто не заводил. Да, возможно, что при выходе новой консоли некоторые игры будут сразу на 2 поколения, но все это будет некоторое время. Насколько я знаю, в сети от инсайдера, который ранее сливал инфу о Last of Us 2, которая, кстати, подтвердилась, была информация о том, что следующая GTA, то есть GTA 6, будет только на новые консоли. С этого можно сделать вывод, что в дальнейшем на Xbox серию X и на PS5 все-таки будут выходить игры, которых не будет на старом поколении консолей. Несмотря на все это, компаниям в первое время как-то придется завлекать игроков, и скорее всего это будут графические улучшения. Ну а графические улучшения – это понятие растяжимое. Разрешение и повышенный фреймрейт – это уже норма. Но думаю, в новых консолях будут еще и дополнительные эффекты, которые дадут реалистичность и красочность картинке. К примеру, та же трассировка лучей, которая уже подтверждена на Xbox серию X. Конечно, вряд ли мы получим той разницы, которая была между Xbox 360 и Xbox One, но всякое бывает. Но так или иначе, разница должна быть видна, ибо тогда на первом этапе Xbox серию X реально будет покупать бессмысленно. Ведь тот же самый Xbox One X выдает отличную картинку, и на нынешних консолях будут те же самые игры. В принципе, улучшенная картинка и использование мощностей новой Xbox на всю катушку также подтверждается словами команды Xbox, что они все-таки хотят показать всю красоту новых игр через новые поколения. Но как будет на самом деле, никто не знает. Лучше в этом случае все-таки дождаться и посмотреть вживую. Кстати, тот самый кроссген, который будет между 8 и 9 поколением – это нормальный опыт. Ведь при Xbox 360 была та же самая ситуация, и некоторые игры также выходили на две платформы сразу. Но в то же время тот же Xbox One был лучше Xbox 360 в разы, плюс он на старте все-таки имел эксклюзивные игры. В 9 поколении такого в первое время не намечается, и у меня насчет этого все-таки опасения. Вспоминая PlayStation 5, то там тоже не особо гладко, и по словам инсайдеров, у Xbox планируется намного больше эксклюзивных проектов в самом начале, нежели у Sony. И у той же PlayStation 5 99% будет тот же самый кроссген, в той же Last of Us 2. Несмотря на столь громкое заявление о новых играх, никогда не нужно забывать о мелочах. Возможно такое, что новые игры будут получать эксклюзивный контент в виде дополнительных миссий. Об этом ничего не сказано, и в то же время исключать этого нельзя. Во всей этой ситуации меня очень волнует вопрос кроссплея, а также версии игр. Насчет версии игр уже было высказывание по типу «Купив игру для Xbox One, для Xbox Series X вы получите ее бесплатно». Но если будут разные версии игр, то будет ли кроссплей, и как это будет разделяться при обратной совместимости? Чтобы вы поняли мою мысль, я попытаюсь донести ее как можно проще. Выходит к примеру Halo Infinite. Она выходит на Xbox One, на Xbox Series X и на ПК. Xbox Series X будет читать все игры от Xbox One. Покупая игру для Xbox One, мы получаем версию для Xbox Series X бесплатно. И тогда вопрос, будет ли какая-то глобальная разница между версиями, и смогут ли играть между собой обладатели Xbox One, Xbox Series X и ПК, ведь по сути игры будут одинаковыми. Я надеюсь вы поняли суть моих мыслей, но честно я тут даже не могу ничего предположить, так как тут немного все запутано. Если вдруг у вас есть объяснения или догадки на этот счет, то напишите их в комментариях. Единственное, что радует в обратной совместимости, так это то, что мы скорее всего в новом поколении не увидим каких-либо бессмысленных переизданий. Честно, смотря на все новости касаемо новых консолей, я вывожу себя на мысль, что походу в новом поколении будет мало чего нового, и мы вряд ли увидим какого-либо прорыва. И тогда собственно возникает вопрос, а стоит ли вообще тогда покупать новые консоли на старте? Понимаю, что вопрос очень поспешный, и мы по сути не видели всей разницы между консолями. Но все происходящее очень намекает о том, что можно пока сидеть и на нынешнем поколении консоли и не париться около двух лет. Тех, кто только недавно приобрел Xbox One, поздравляю с этой новостью. Очень прикольно осознавать, что обладатели слабых версий не прокинут, и даже обладатели Xbox One FUD смогут попробовать новые экзы. И поздравляю всех тех, кто смотрит мои видео до конца. Для вас я напоследок оставил некий бонус в виде нового слуха касаемого нового Xbox. На самом деле информации в сети гуляет очень много, и доверять ей особо не стоит, ведь официального подтверждения по сути ни от кого не было. Но знать эту информацию ради интереса никто не запрещает. Совсем недавно по сети начал гулять слух о том, что Xbox Series X позволит запускать Windows. Данный слух гуляет очень давно, и касался он не только новой консоли, но и нынешнего Xbox. По информации, у нового Xbox будет два мода, Xbox мод и Windows мод. И благодаря второму, серия X якобы сможет юзать такие лаунчеры, как Steam и Epic Store. По сути, от кого идут такие слухи, уже давали правдивую информацию, но в этот раз слух звучит очень жирно, поскольку самая большая прибыль компании Microsoft идет как раз таки через цифровые продажи. И в этом случае дополнительный мод может лишь ударить по их заработку. Напишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Лично я мало верю этому, поскольку это совершенно ненужная фича для игр, поскольку все самые топовые игры все равно есть на консоли. И Майкам, по сути, нет смысла заносить деньги тому же Гейбу. У них есть собственный магазин, и они его будут придерживаться. Со стороны работы, если бы Xbox Series X был бы как ПК, для Ворда и так далее, было бы неплохо. Особенно для тех, у кого не было бы компьютера. Но знаете, лучше все-таки пусть игровая консоль будет игровой консолью. Ибо это будет вообще какой-то непонятный гибрид. Считайте, что это будет тот же самый ПК, только у него еще будет возможность запускать старые игры от предыдущих Xbox. Короче, как по мне, это очень странный слух. На этом все. Большое спасибо за просмотр. Не забывайте писать свое мнение о этой ситуации. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. И большое спасибо за просмотр. До новых встреч. До новых встреч.